Ведома модель Кейт Мост, на которую равняется целое поколение модниц, как-то сказала, где бы я ни была, и что бы я ни вдягала, я всегда буду в центре внимания, потому что я блондинка. И она, правда, выглядит неперевершенною. Так же, как и наши участники. Мое имя Андрей Доманский, вы смотрите новый канал, и на исключительном шоу, кто против блондинок! Наши блондинки так любят перемещаться по земному шару, что вполне могли бы стать послами доброй воли. География их перемещений простирается от Мальдив до Куршевеля, от Вашингтона до Новой Зеландии. Везде, практически везде можно встретить одесских, херсонских, житомирских, белокурых красоток. Но сегодня у них совершенно другие задачи. Сегодня они пытаются заработать себе на новые поездки, и делают это с помощью нашего героя, известного телевизионного продюсера Алексея Гончаренко! Алексей Гончаренко в прошлом актер театра русской драмы имени Леси Украинки окончил Киевский театральный институт имени Карпенко Гарова. Квалификация актер-театра и кино. В разные годы был ведущим программ НЛО, музыкальный киоск «Безумный мир». Сейчас является профессором третьей украинской фабрики «Зерот». Алексей... Ставите ли вы, Алексей, перед собой другие задачи, участвовав в нашей программе? Если да, то какие? Программа «Алчность» не главная моя задача. Итак, готовьтесь. Это не просто участие, это еще и кастинг может быть для третьей украинской фабрики «Зерот». Встречайте наши 50 блондинок! Встречайте наши 50 блондинок! Многоуважаемые обладательницы белых волос и черных перьев, перед вами известный телевизионный продюсер. Мы готовились, Алексей, к программе с вашим участием. Среди участниц нашей программы присутствует телевизионный продюсер номер 14. Конкурент. «Фром Раша», да, это Вася Василийна. Да, я знаю, я знаю. Она находится выше вас сейчас. Да, да, да. Вы будете хорошо играть на москву, все так вот сюда. Здравствуйте, здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Алексей. Вы знаете, вот мы сегодня говорим о путешествиях, а я вам хочу сказать по секрету. Я, собственно говоря, непосредственно в путешествии сейчас и нахожусь. Многие девчонки бегут из Украины, а Вася наоборот. Значит, развлекательное шоу, как мы говорим, веселое, скандальное и так далее, интеллектуальное, как обычно превращается в противостояние телевизионных продюсеров России, Украины. И главная интрига, кто из них сегодня заработает больше. Здесь находится 49 блондинок. Здесь нет одной из них. Если представить себе кулак, сжатый в 50 пальцев, какое уродство, боже мой, то большим пальцем в нашей программе становится наша то блондинка, то блондинка Наташа Валяева. Наташенька, на вас на полу дав, скорее сбросьте его с шеи, иначе он вас задушит. Все, молчу, молчу. Каждая блондинка обожает яркие путешествия, смену обстановки. Все вы потомки известных первооткрывателей Магеллана, Амундсена, Беринга. И сегодня мы предлагаем вам отправиться с нами в самое яркое, не забываемое путешествие. Только смотрите, подавшись искушению, что в конце передачи вас не постигла участь Джеймса Кука. Уже целый номер прямо. Да, такой с яблоком. Чувствуется серьезная домашняя подготовка. Итак, о том, как расположены наши блондинки. В шоу можно заработать деньги. О чудо! Здесь 8 рядов. Первые 7. Каждый имеет свою стоимость. 100, 200, 300, 400, 500, 600 и 700 гривен соответственно. Сражаясь с блондинками, в первом раунде вы зарабатываете свой джекпот благодаря неправильным ответам девушек. Наработав некий джекпот, вы добираетесь до того блондинки. С помощью него вы можете удвоить его, увеличить два раза. Если это противостояние в первом раунде заканчивается, мы переходим во второй раунд. В втором раунде вы уже пытаетесь отстоять свой джекпот, на который когтистую на маникюриную лапку накладывают блондинки, перешедшие во второй раунд. Ваша задача сделать так, чтобы там осталось три девушки. Если это произойдет, ведущий начнет к вам нагло, Алексей, приставать и предлагать 50 тысяч гривен. Ничего больше, только 50 тысяч гривен. Это суперприз нашей программы. Они сейчас вяло хлопают, потому что им он не достается никогда. В лучшем случае они могут претендовать на джекпот главного героя. Так давайте же сделаем его большим, чтобы они прониклись к вам симпатией и уважением. В борьбу вступает первый ряд наших участниц. Стоимость ряда 100 гривен. Прошу вас. Номер 49. Я к путешествиям отношусь как к солярию. Это мое отношение. А как вы, Алексей, относитесь к курортам и путешествиям? Путешествиям. Путешествиям. Как вы относитесь? Что для вас? Максимально довольствовала. Я с палаткой не ходил никогда, в горы тоже не ходил. Люблю комфортный отдых. На самом деле, самое любимое – это европейские столицы. Я вот там нахожу всегда себе какое-то применение. Применение в европейских столицах. Да, да. Алексей. Прекрасно. Да, вам понравился этот ответ. Многие из них хотели бы посетить. С импозантным Алексеем европейские столицы. Но спешу вас расстроить. У Алексея нет денег. Он выбирает категории в нашей программе. 10 категорий с самого начала. Это переклад, персоны, политика, география, мифология, имена, проектовские, прочим, эстетства и термины. Выбираем одну категорию. Переклад. Переклад. Хорошо. Пошли с самого начала. Действительно. Категория перевод. Переклад. В категории переклад. Вопрос. Слово «галактика» пішло від грецького слова, що позначає чорну дірку, зірки, сонце, молоко. Так, ну можна розмышлять, да, как-то? Да, можна приятим допятать. Ну, чорную дірку, мне кажется, точно нет. Зірки, сонце, молоко. Молоко. Чисть сметана, молоко. Зірки, сонце, молоко. Правильный ответ – недалеко. Пусть. Молоко, например. Например, молоко. Ну, я принимаю ответ молоко. Действительно. Почему бы и нет? Молоко от греческого «лакто» – это правильный ответ. Есть. Есть. На самом деле пальцем в небо абсолютно. Ну, там же и находится «галактика». Абсолютно правильно. Да, туда я и попал. Там «галактика», и все, и попал правильный ответ. Очень легкая программа. Блондинки, сейчас у вас портится настроение. Вы красили свои губоньки, глазоньки, надевали на себе черные боа для того, чтобы на вас оказался дурацкий красный крест. На всех из вас. Господи, Лиза, как ты-то могла. Ты танцевала с Олегом Скрипкой. Ты участвовала в нескольких наших программах, в интеллектуальных шоу «Блондинки». Вы опозорили меня перед известным телевизионным продюсером. Лиза. Уходите, уходите, пока не разревелся. Все хорошего. Из первого раунда вы выходите в нулевой раунд нашей программы, а Алексей начинает радоваться не по-детски, потому что семь блондинок ушло. Я даже не ожидал такого единодушия среди блондинок. В выборе ответа «не молоко». Да, «не молоко». Да, действительно, «не молоко». Семь блондинок ушло. Стоимость ряда была 100 гривен, сейчас ваш джекпот составляет 700 гривен. Прекрасное начало. Хорошо, так давайте наращивать обороты. С помощью второго ряда наших участниц стоимость ряда 200 гривен. Прошу вас. Номеру 40 дуэт. Здравствуйте. Здравствуйте, Алиношка. Вы знаете, я по счастью стою за... Боже мой. Боже мой, это сам Алексей Гончаренко. Мне очень интересно, Алексей, как вы относитесь к шоппингу? К шоппингу нормально. Но вы знаете, вот последний мой шоппинг меня расстроил, потому что практически ничего, что мне хотелось, на меня не налезло. А как же белые туфли? Единственное. Единственное, что налезло. Белые туфли, носки, туфли. А я предлагаю перейти к выбору категорий. И Алексей меня послушал. Персоны, политика, география, мифология, имена, прыгаски. Географии точно нет, потому что у меня уже склероз как раз в разгаре, поэтому я не помню. Так, прыгаски. Не знаю. Не знаю ничего. Ну давайте термины попробуем. Попробуем. Хорошо. Выбрана категория. Категория называется термины. Мои милые путешественницы. Что называют гипоталамусом? Какой-то матюк прямо. Да, да, да. Вот так вот подойти и бросить в лицо несчастный гипоталамус. Детенчаги, попотама, рязновид грибив, павука, птахоида, частину головного мозга. Может быть. Может быть. Все-таки. Ну есть у меня один вариант такой. Да. Не знаю. Ну все-таки, мне кажется, что частина головного мозга. Головного мозга. И ответ этот правильный. Правильный ответ. Все-таки не потерянный я. Нет, нет, нет. Для медицины окончательно нет. Не потерянный. Итак, блондинки. Второго ряда. Кто из вас может похвастаться наличием гипоталамуса в районе головы? Так вот, где? Они в другом месте. Все, кроме Анны, не обнаружили у себя в голове гипоталамус. И только Анна смогла снять голову с плеч, открыть ее. О-о-о-о. Это он здесь, и все это сделано. Вот это все. Да. Да. Она произвела опрос. Ее у вас такой гипоталамус. И благодаря этому знала правильный ответ. Спасибо. Анна переходит во второй раунд. Мы все-таки рассчитываем, что кто-то уйдет отсюда с деньгами. И сейчас вы заработали эти деньги. Шесть блондинок покинуло второй ряд. Стоимость ряда была 200 гривен. Значит, вы зарабатываете сейчас 1200 гривен. Учитывая предыдущие достижения в 700 гривен, сейчас 1900 гривен. Прекрасно. Я отвлекаю вас от серебления черного буа. И от аплодисментов я тоже вас отвлекаю. Нет, не отвлекаю. Отвлекаю только третий ряд, потому что он уже идет вперед, все остальные хлопают. Треберь отступает на голосовый ряда 300 гривен. Юля, что такое? Вы все смотрят на Алексея, а вы куда-то... Вы потерялись, Юленька, номер 30? Нет. Нет? А что такое? Вам не нравится смотреть на Алексея? Не хочет портить себе настроение. Вас пугает зеркальный, чешуйчатый, говорящий карп? Юленька, что такое? Что? Номер 34. Да, да, это я. Привет. Привет. Халынка. Да. Откуда у вас такой тембр? Вы курите, пьете... Она много поет. Я много пою, да. Но я хотела бы рассказать анекдот про блондинок. Существует их вообще очень много. И вот один из них... Не все блондинки едут в Милан на шопинг, не все едут в Париж на отдых. Некоторые блондинки ездят в поход или в горы, да. Вот одна из блондинок собирается в горы, значит, берет мама и спрашивает, что ты с собой берешь? Она говорит, стринги. Мама говорит, ну а еще что? Она говорит, ну стринги. Она говорит, доченька, ну ты может возьми там спальный мешок, теплые вещи, палатку. Она говорит, мамочка, зачем мне это надо? У меня будут стринги, у меня будет все. Особенно тесный спальный мешок на таточке. Вы будете спрашивать, Андрей, взяла ли Галя то, что нужно брать в походу? Я думаю, у Галя есть все. Я поверю ей на слово. Спасибо. У нас есть персоны, политика, география, мифология, имена, приказки, гроши и мистецтво. Мистецтво. Я попрошу выкрики с места. Прекратить. Мифология. Мифология. Почти мистецтво. Хорошо, действительно, это тоже мифотворчество, тоже искусство, вид искусства. Итак, категории мифология, вопрос. По кровитальку, чего была давньогрецкая богиня Талия? Фитнесу. Фитнесу. Тут же сразу. Комедия, гимнастика и танцы у фитнесу. Талия. Ну, фитнесу, я думаю, тогда не было. Уж точно не его. Ни перспективы, ни фитнеса. Ну, знаете, я думаю, что так как программа ваша чуть-чуть похожа на комедию, то я все-таки... Самую малость. Да, самую малость. Только благодаря вам, Алексей. Комедия, думаю. Комедия. Действительно, комедия. Мы приняли вариант комедия, тем более, что танец, это же терпсихора. Да. Да, говорит Лена нам с помощью своей бандуры. А вот комедия, вариант, который я принял, это... Правильный ответ. Все правильно ответили? Нет. Нет, это вы, Алексей, ответили правильно. Вы не бойтесь того, что вы ответили правильно. И бойтесь того... Вернее, ту, которая ответила неверно. Она сейчас будет помечена красным крестом. Красный крест интеллектуальной скорой помощи нужен всем, кроме... Галины! Умница! Умница, Галочка! Стринги помогли. Помогли. С помощью стрингов и везения Галя переходит во второй раунд программы. Все остальные участницы на переговорки друг с другом. Вновь! Две блондинки находятся сейчас сзади. Это золотой резерв второго раунда. Настолько, вот, незначительное количество девушек, пока что даже не стоит об этом думать. Вернемся к разговору о деньгах. Ушло шесть блондинок. Стоимость ряда была 300 гривен и 1800. Так. Джекпот был 1900 и становится 3700. Но хочется большего, правда же, Алексей? Тем более, что хочется как минимум рассмотреть поближе четвертый ряд наших участниц. Стоимость ряда 400 гривен. Есть что-то общее между нашим сегодняшним героем и блондинками, которые уже вышли к своим мониторам. Вы белые вверху, Алексей белый внизу. Я имею в виду его туфли. И вот, номер 28. Анна, вы юрист. Да. Вы о чем нафантазировали себе? Я только о путешествиях фантазирую. Вот, например, скандинавские страны, например, Швеция. Представьте, сколько там блондинок. Ну и блондинов. Не только блондинок. Причем естественных блондинок. Естественных. Совершенно верно. А еще там есть шведские семьи, шведские лестницы, шведский стол. Шведские машины очень хорошие, так? И вот представьте, когда вас окружают столько блондинов, блондинок, себя чувствуешь всегда комфортно, затеряться можно. Не чувствуешь себя туристом, скажем так. И это, наверное, один из способов расслабления для блондинок. А вот вы как расслабляетесь? А ну-ка, расскажите нам. Пью. Может быть, какие-то у вас секреты есть по субботам? Только по субботам. Но у меня есть принцип. Алексей пьет кровь участников третьей украинской фабрики и не только. Вот как раз сегодня и собираюсь это сделать. Начать пить, да? Да, да, да. Хорошо. Итак, Алексей глотнул крови и начал убирать категории. Категории для того, чтобы избавиться от ярких представительниц четвертого ряда. Здесь есть персоны, политика, география, имена, прыковских, рочи, мастерства. Будет очень жалко расслабления. На самом деле, я бы, конечно, выбрал мастерство, но боюсь, что тут так много представительниц мастерства, что они тоже достаточно образованы в этой области, да. Но давайте так, чтобы их подзавалить, попробуем географию. География. Тем более, сколько можно говорить уже о путешествиях вслух? Может, вы нас обманываете? Проверим. Никуда они не ездили, да? А я знаю, Швецию, понимаю. Если будет вопрос про Швецию. Хорошо. Так, вопрос про Швецию звучит следующим образом. Как называется миссия, до река впадая в море? Варианта Швеции, сори, Аня, нет. Есть русло, приток, выток и гирло. Гирло мне нравится очень. Гирло подержаться. Да, так. И только Яна продолжает гладить себя. Пусть я не правил. Яночку я знаю. Яна тоже танцевала у нас. Танцевала, да? Как танцевала, да? Вы даете, да, танцевала. Да, танцевала. Это известная больница. Бальница это называется? Да, поэтому путешественница, потому что по турнирам тоже приходилось ездить. Так, ну не будем отвлекаться на Яну. Ну не знаю, ну может действительно вот это слово с неприличным произношением. Гирло. 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 Ну хорошо. Река впадает в море, и это место называется гирло. Я принял этот ответ. И это... Это что, да? Правильно, правильно, правильно. Предположение необходимо проверить прямо сейчас. Не вижу повода здесь задерживать востребованных певиц, экономистов, юристов. Ого, неплохо. Неплохо, неплохо. И только Анна и Ольга продемонстрировали вариант хорошо. Все остальные нам показывают неплохо, а очень плохо. И покидают нашу игру Аня. И потом, получающиеся за Ольга, переходят на второй раунд. Считаем деньги. Пять девушек ушло. Стоимость ряда была 400 гривен, 2000 гривен заработана. Сейчас джекпот составлял 3700. Значит, сейчас у нас 5700 гривен. И некоторых представительниц пятого ряда не устраивают настолько незначительные финансовые показатели. Поэтому давайте их поправим скорейшим образом. Пятый ряд вступает в игру. Прошу вас поближе, мои лебедушки. Стоимость ряда 500 гривен. Аннушка, номер 18. Здравствуйте. Здравствуйте. Понятное дело, что если вы начинаете сразу переводить те фразы, которыми вас осыпает иностранный гость, это фразы типа «мой номер телефона», «я живу в гостиничном номере таком-то». И что вы делаете сегодня вечером? Да, это обычный набор фраз иностранных. Вначале, да? Все правильно, да. Что вы им говорите в ответ на это? Я в основном отказываю. Отказываете им? Да. В основном? В основном. То есть есть варианты? Варианты есть всегда. Прекрасно. Из этого. Хорошо. По роду своей деятельности я очень много путешествую. И вот, как вы уже сказали, общаюсь с иностранцами. И зачастую стирается грань между реальностью, где ты уже находишься. Или на Украине, или все-таки еще за границей. Скажите, пожалуйста, Алексей, с вами случается такое, что земля уходит из-под ног, и вы уже не понимаете? В субботу, я же сейчас сказал. Когда он расслабляется. Мы будем знать. Земля уходит из-под ног. Было один раз, даже что не помнил адреса, так земля ушла. Ушла из-под ног. Ну, своего, домашнего, домашнего, я не помню. Три такси меня везли. По частям, что ли? Да, но они куда-то в разные какие-то загородные гостиницы меня увозили. Там видно, как, типа, что-то транспортировали. Категория на экране. Это персона, политика имена, прыгаски, гроши, мистерство. Так. Ну, политика точно не мой конек. Ну, не знаю. Ну, давайте прыгаски на прыгаски. Прыгаски. Категория прыгаски, номер 7. Принимаю эту категорию. И вопрос в категории прыгаски. Будем надеяться, что наши девушки так молоды, что они прыгасок еще не знают. Не знают. Некоторые, безусловно, знают. И с каким предметом порівнюють людину, яка дуже погано плаває? Кричат у разной, что таки пользуются. Сокиром, ячик, колода, лычак. Галерочка там сказала, что легкий вопрос. Легкий вопрос. Легкий. Возмущена галерка. Что им было посложнее. Значит, этот вопрос неплохо плавает, потому что он легкий. Да, ну тут легко, конечно. Мне легко. Итак. Ну что, Сокира, что ли? Ну как топор. Ну как топор плохо плавает. Говорят, плаваешь, как топор. Сокира. Я принимаю вариант Сокира, и вариант Сокира это... Правильный ответ. Правильный ответ. Ну, конечно, я плаваю профессионально, как Сокира, поэтому я знала. По вертикали плаваешь. Хорошо, и там-то ты не можешь разговаривать, правда же, уже на глубине. Как мне это физика не позволит. Против закона физики никак. И против закона нашей программы тоже. Мы пытаемся понять, кто из участниц пятого ряда неправильно ответил на этот элементарный вопрос. Есть ли такие? Я всегда думала, что колода это топор. Я, к сожалению, русскоязычная. Валенька. Как важно знать, кто украинец у меня. Вы, как куснец. А Сокира это сабля. А Сокира это сабля, да? Преагра, да, договорились. Да, Оля, Алена, Майя, Аня, Алена и Наташа. Переходим второй раунд. Валя, как куснец, идет ковать плавающий топор. И усилий границ. Тем временем шли годы. Мы докатились до того, что сзади нас уже 10 блондинок. 10 блондинок. Здесь находится 15 блондинок. Это означает, что если будут неправильные ответы в программе, можно закончить в этом же раунде. В первом раунде. Посчитаем деньги. То есть повысим оптимистичность наших... Мотивацию повысим. Мотивацию повысим на всего одна девушка. Ужасла, стоимость ряда была 500 гривен. Сейчас вы заработали 500 гривен. И джекпот Алексея составляет сейчас сколько? Ого, 5700 гривен. Но тот уж даже я разобью свои ладони в дребезги. И что останется от них после того, как шестой ряд наших участников вступит в игру? Стоимость ряда 600 гривен. Попрошу. Номер 10, как никто другой. Аня Филимоновна, мы здесь. Номер 10, простите. Андрей, у тебя такая... Как это назвать? Курточка. Что у меня уже... Слепит, да? Я уже поймала зайчиков, понимаешь? Уже давно, да. Поймала зайчиков. И все за кулисами. Могу сказать, что я очень много путешествую, потому что у меня такая работа красивая, самая, наверное. Я отслеживаю какие-то национальные особенности красоты и сравниваю, выбираю девушек и так далее. А вот с Алексеем, с которым я уже очень давно знакома, я бы с ним с удовольствием поехала бы в Амстердам посмеяться. Можно с Филимоновой, там можно найти что-то смешное. И до категории у нас остались персоны, политика, имена, хрощи и мастерство. Да, мастерство я решил точно не брать, потому что думаю, что настолько представительниц, дизайнеры, продюсеры, плейбой опять же. Это искусство. А плейбой это самое великое из искусства. Поэтому я все-таки думаю, что то, что, наверное, зачем мы все сюда пришли? Грощи. Да, девочки, гррощи. Вот особенно ряд следующий мне подсказывает, что я на правильном пути. На правильном пути. Да. Грощи. К шестому ряду все мужчины, играющие в эту игру, вспоминает о том, что это все-таки игра на деньги. Категория гррощи. Вопрос. Якую была дореволюционная просто народная назва? Карбованцевые ассигнации. Конрейчка, Качечка, Сынычка, Чапелька. Ну так, не открою, конечно, вам секрета, что вот в эту дореволюционную эпоху не довелось мне пожить. Не работали телевизионные продюсеры, нет? Нет, работы было нам мало. Вот, ну. Ну не знаю, но что-то мне опять кажется, вот этот вариант, который... Который... А вот Виктория, например, номер 12, считает, что до революции не знали такого слова, как канареечка. И, наверное, почему-то и Канарские острова, может, не были открыты до революции. Ну, не знаю, мне все-таки кажется, что это Чапелька. Чапелька? Ну, мне так кажется, я не уверена. Ну, послушаю девушек и скажу Цапелька. Значит, послушали девушек и сказали Цапелька. Чапелька, я принял ответ. Чапелька. Алексей послушал. Девушек. А ты как же отказывается от своего ответа? Потому что я принял ответ, конечно, она хочет как-то оправдать себя в ваших, Алексей, глазах, может быть. А она тоже будет петь на третьей украинской фабрике звезд, однако же вариант Чапелька. Точно не буду. Это неправильный ответ. Канарейшка. Канарейшка. Какие болисти. А правильный какой? Канарейшка. Какая, Канарейшка. Можно было бы, наверное, пожертвовать одним правильным. Дмитрийка, прошу я вам. Теперь я вам не долю. Спасибо. И вам спасибо. Ну, по крайней мере... Ой, Катюша. А знаете, за что благодарят? За что? Благодарят за то, что независимо от того, правильный у них ответ или нет, они все переходят во второй раунд. Я не буду за двоих. Я вам могу за двоих. Один урок надо было бы сейчас из этой всей ситуации вынести. Не нужно слушать блондинок, которые активно подсказывают. Не нужно. Здесь осталось четыре свободных пупитра. Это означает, что еще один неправильный ответ. Игра заканчивается. Потому что семь блондинок начнут драться за четыре свободных места в этом самолете. И ничем хорошим это, естественно, не заканчивается. Денег вы не зарабатываете. Ваш джекпот не меняется благодаря неправильному ответу. Он может поменяться в случае удачного противостояния с седьмым рядом. В этом участник седьмой ряд. Стоимость его 700 гривен. Прошу вас. Боже, спивачка, 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 спивачка. Вот страна у нас, понимаете, все поют. Вы приложились к этому, Алексей. Пройдет третья украинская фабрика, будет спивачка, спивачка, спивачка. Это в квадрате будет. Спасибо тебе, Боженька, за то, что есть социальные работники, инженеры и телеведущих. Да, за телеведущих особое спасибо, естественно. И тем не менее, номер пять. Вы знаете, я впервые на этом шоу пожалела, что я нахожусь в ряду самых умных. Что делать, что тебя пришла? Это Пугачева. Но у меня есть оригинальное предложение. У вас же не было еще Пугачевой, правда? А Пугачева и Меладзе... У нас же не конкурс двойников. А похоже... Ну я же не Алла Пугачева, я же Наталья Пугачева. И у вас будет Наталья Пугачева и Константин Меладзе на фабрике 3. И мы сделаем вам сумасшедшие рейтинги. Ну пойду. Так что, договорились? Возьмете? Мне не надо. Ну что, вам спеть? Ну давай, не пугай нас. Эти глаза так просят раздеться, чтобы скупаться в бездонах. Это как песня влюбленного сердца. Это два солнца, чтобы согреться. Наша программа после 10 часов идет. Выбираем категорию. Седьмой ряд. Ни права никакого нет вообще на ошибку. Ни единого. Ни на дельту. Вы не имеете возможность ошибаться. Потому что они уже-то ответили на все вопросы. Нужно правильно выбрать категорию. Из парсиона, политика и мы нам эстетство. На самом деле, чтобы мне не ошибиться, наверное, самая для меня такая понятная категория – мэстетство. Все-таки мэстетство теперь уже, да? Да, теперь же мэстетство. Сейчас вы получите. Мэстетство. Вспоминают вопросы они, на которые отвечали в категории мэстетство. Это вообще ничего не может вспомнить. Вот зебра, например, говорит. Боже, я вообще тут недавно. Восковую скульптуру, якую людину мадам Тюссо створила першую. Любитель музеев Алексей отвечает на вопрос. Это был Барак Обама, Джон Леннон, Михаил Горбачев, Вольтер. Ну, не Михаила Горбачева точно. И не Барака Обаму тоже. Их убираем. Убираем. Ну, или Леннона, или Вольтера. Ну, учитывая, что Вольтер жил немножечко раньше, чем Леннон. Пару дней всего. Да, да, там разница не принципиальная между ними. Ну, все-таки, наверное, Вольтер. Вольтер. Будет раньше, чем Леннон. По праву первенства. Да. Я принял вариант Вольтер. И вариант Вольтер это... Правильный вариант. А-а-а-а! Правильный вариант. Алексей, если сейчас эта семерка знала правильный ответ на вопрос, игра в любом случае заканчивается. Нужно рассчитывать на то, что... Хоть кто-то. Хотя бы четверка из них уйдет. Потому что есть еще топ-блондинка. Она тоже будет претендовать. Тоже будет претендовать на попадание во второй тур. Давайте же вскроем показания. И попытаемся понять, кто... Не слушаем на самом деле. ...в музей Михаила Сергеевича Горбачева. Ну, например. Наташа! Наташа, Зебра и Маша отдают правильный ответ на этот вопрос и переходят во второй раунд. Все места заняты! Все места заняты! За свободными пепитрами здесь собирается 21 блондинка. Что это значит? Это означает, что... А можно я там оставить тогда вот ту блондинку? Нельзя, нельзя. Это, конечно, как с фильмом Джорджа Лукаса. Призрачная угроза. Призрачная угроза со стороны Алексея, нашим участницам, что он может перейти во второй тур. Почему? Потому что, чтобы это произошло, нужно победить топ-блондинку. Нужно, чтобы она не дала правильный ответ на последний вопрос. Вы заработали только что, благодаря ряду стоимостью 700 гривен, 2100 гривен. Ушло три блондинки. Джекпот составлял 6200, сейчас это 8300 гривен. Еще раз повторюсь. Я прошу Наташу Валяеву, нашу топ-блондинку, наконец-то приступить к игре. Наташенька, пожалуйста, на линию обороны. Вернее, нападение, потому что положение Алексея в первом раунде максимально независимо. Здравствуйте, Наташенька. Есть у Алексея шансы, нет? Как вы считаете? Ну, я думаю, что в любом случае есть шансы у девушек продолжать искушать Алексея. Наташенька, а вы... О, господи. Нажмала в глаз попасть. Спасибо. Да? Это же Алексею яблочко. Мытое. Хорошо. Алексей, нельзя верить блондинкам. Нельзя, я понял, уже поцапли, я понял. Уже помните, была сказка, наливное яблочко, тарелочка. Да. А Наташенька очень похожа на... Не скажу, что злую колдунью, но колдунью похожа. Наташенька, вы хотите, чтобы Алексей перешел второй раунд? Честно. Наталья. Ну что ж, давайте выбирать категории. Алексей. Так. Так. К выбору. Три категории осталось. Персоны. А наша задача заводить. Да. Заводить так, чтобы Наташа ушла. Ой. Чтобы она дала неправильный ответ. Угу. Если вы дадите правильный ответ, а Наташа даст неправильный ответ, она не только уйдет, но и увеличит ваш джекпот. Двое. Ну давайте персоны попробуем. Персоны. Хорошо. Категория номер два, категория персоны. Вопрос в категории персоны. Щё рубев Наполеон, абы набратися сил перед битвою. Шмагав генерала. Это шо значит? Алексей, вы же украинский телевизионный продюсер. Билл, билл. Я знаю, это я так юморю, юморю. А я понял, хорошо. Съедав фаршированный курча, спаливав кроличью лапку, телував пулевый барабан, что мог позволить себе перед битвой? Ну, шмагав генерала, это опять же ваша редакторская группа шутит, я так понимаю. Не он мог бить генералов, но не перед каждой битвой. Ну это не да, это как-то странно. Ну вот там что-то сделаю, что я обычно делаю, а потом побью, пойду побью генерала себе, действительно. Силував пулевый барабан, тоже так и странного, непонятого. Значит, осталось фаршированное. Спалив короля чулапку, это больше похоже на какой-то такой ритуал, какой-то, ну, от этого набраться сил, как-то тяжело от того, что что-то спалить. А вот съесть хорошую фаршированную курочку, вот это как-то понятно. Ну, мне кажется, логично, съедав фаршированные курча. Съедал фаршированную курицу. Я принимаю этот ответ. Еще раз напоминаю, что если этот ответ окажется правильным, и Наташа тоже даст правильный ответ на этот вопрос, игра заканчивается. Лишь только в том случае, если Алексей дал правильный ответ, Наташа оказалась неправа вместе со всеми своими змеями и яблоками. Наташа выбывает из игры, и джекпот увеличивается вдвое. Так, давайте же проверим, правильный ли это ответ. Правильный ответ! Наташенька, ну я, честно говоря, не знаю, что там ваш змей-искуситель, он же искусатель. Что он вам нашептал на ухо? Надеюсь, что правильный ответ. Или неправильный? Как-то довольно ухмыляется Наташа. Мне кажется, что она правильно ответила. Неправильный ответ! Алексей Гончаренко, собрав 21 блондинку сзади себя, перекорил второй раунд с увеличившимся вдвое джекпотом. Первый раунд у нас уже завершен. Початок другого, чекайте, не за баром. Поздравляю! Во втором раунде нашей программы продолжает играть телевизионный продюсер Алексей Гончаренко, который со всей силы пытался утопить колоду, но у него ничего не вышло. Он выбрал правильный вариант, и которого изо всех сил пытались утопить блондинки, но у них тоже ничего не вышло. Сейчас, блондинки, мы займемся тем, что начнем топить вас. Это будет непросто, потому что в втором раунде против Алексея играет 21 блондинка. Это максимально возможный результат. Это не утешительные выводы для вас, Алексей. Утешает и радует лишь то, что джекпот у вас, согласно статистике нашей программы, внушительный. 16 600 гривен. Именно за эту сумму стражаются Алексей и наши участницы. Несколько слов о правилах второго раунда. Жалко будет, конечно, с вами расставаться, девчонки, но придется. Алексей будет отправлять вас в освоясье с помощью вопросов. У вас будет 10 вопросов. Вы имеете возможность ошибиться только 3 раза, но подряд. Каждый раз вы будете выбирать 1 вопрос из 3 на экране. После того, как вы выбираете вопрос, вы вбрасываете его девчонкам. У них будет 10 секунд для того, чтобы написать свой вариант ответа. Или списать. Или списать, чем они постоянно, благополучно занимаются. Я смотрел программу, я знаю. Алексей, после того, как 10 секунд для девушек заканчивается, у вас появляются варианты ответа на этот вопрос. Желательно выбрать правильный. И после того, как мы получим от вас правильный ответ, вы начинаете догадываться, кто из девушек ответил на вопрос неверно. Итак, теперь мы можем начать игру. Есть 3 вопроса. Один из них достается блондинкам. Какой вопрос достается, решает Алексей. Вопросы. Первый. В якому российскому мисте Емузей, полностью присвященный Вовку, второй вопрос. В каком мисте мая відбутася відкриття Евро-2012? И третий вопрос. Як звали короля у пісні Аллы Пухачёвой, «Все можуть королі». А в вопросик надо посложнее выбирать, да? Да. И помнить, что у вас варианты будут, а у девчонок вариантов не будет. Тогда я выбираю, ну, с Пухачёвой и с Евро, конечно, полегче ситуация. А вот в якому российскому мисте Емузей полностью присвяченный Вовкови, мне кажется, посложнее. Его мы и выберем. Выбираем вопрос. Внимание, блондинки. 10 секунд пошло. В якому российскому мисте Емузей полностью присвяченный Вовкови. Идёт время. Все вспомнили, что такое Волк. И где он... 16 списывает. Это нормально. Если она списывает у 15-го номера, ради бога, тем интереснее. Время закончилось. Варианты ответа. Это город Уфа, Брянск, Тамбов, Москва. Один из них. Ну, конечно, логика проста. Зная известное выражение, ну, не знаю, мне кажется, что это Тамбов. Итак, Тамбов. Выбор сделан. Тамбовский Волк на мне, товарищ. А Тамбов, ответ, который я принял, это... Правильный ответ. Молодец, Алёшка. Кто из них, как по-вашему Алексей, дал неверный ответ на вопрос? Ну, вот 15 номер. Номер 15. Откровенно кокетничает со мной. Не хочется его сразу убирать. Не хочется. Не хочется. Не хочется. 15 номер, расслабляемся. Продолжаем кокетничать. А вот Филимонова... Должна быть наказана за свою болтовню. Ну, давайте спросим Филимонова. Номер 10. Я, конечно, думаю, что она правильно. Номер 10. Филимонова, покажите вам за свой ответ. Я хочу сказать, Волков. Город Волков, да? Я вспомнила. Тамбов. А, Тамбов. Тамбов. Итак, Анна Филимонова даёт правильный ответ на этот вопрос. Ни одна из блондинок не покидает сообщество из 21 конкурентки Алексея в втором раунде. А вопросов стало на один меньшим. Уже 9 вопросов. И снова 3 вопроса, один из них на выбор. Развучиваю вопросы. Два вы уже знаете. Один из них новый. Якщо в экономице попит, первую пропозицию, это... Питание. Второй вопрос. В каком месте має відбутися відкриття Євро-2012? И третий вопрос. Як звали короля? Опісняли Пухачёвы. Все можуть королі. Я снова выберу первый вопрос. Так как у нас в основном певицы, телеведущие. Я надеюсь, что они слабы в экономике. Слабы. Хорошо. Внимание, девушки, вопрос. Если в экономике спрос превышает предложение, это называется. И как это называется, вы должны написать. Якщо в экономике попит, первую пропозицию, ц. Пишем. Как называется эта ситуация? Как бы ее назовете? Как бы вы ее не назвали, время для писанина уже закончилось. Итак. Алексей, вы получаете варианты ответа. Есть у нас профицит, стагнатия, дефицит и лизинг. Профицит, стагнатия, дефицит и лизинг. Я хотел сделать им посложнее. По-моему, получилось себе. Бывает иногда и такое. Не рой яму другому. Тем более, что он танцует. Ну, лизинг это точно нет. Дефицит точно нет. Потому что дефицит это наоборот. Значит, это или профицит, или стагнация. И ваш вариант ответа? Ну, что-то мне кажется, что это профицит. Профицит. Ответ. Профицит. Профицит. Я принимаю этот ответ. Или стагнация. Алексей по-прежнему разрывается между стагнацией, что означает отсутствие какого-либо движения. Он выбрал профицит. И в то же время он сказал, что если спрос превышает предложение... Подожди, а я что-то неправильно перевел. Значит, чего-то не хватает. Я что-то неправильно перевел. Алексей. Так кто из нас... Я жертва оказался как Василина. Плохого перевода. Ага. То есть все-таки нужно переводить на русский не только наши участницы из Российской Федерации. Понял все слова, не понял смысла вопроса и выбрал вариант профицит. Наоборот, дефицит надо было. Надо было принимать вариант дефицит, тем более, что дефицит это правильный вариант. Алексей, я прошу вас внимательно вчитываться в вопрос и не обращать внимания на выкрики из зала. Только что вы дали неправильный ответ. Ни одна из блондинок не уходит. У вас осталось семь вопросов. Самое неприятное заключается в том, что на экране сейчас для выбора появятся два вопроса, которые они уже успели обсудить друг с другом и подумать над ними достаточно длительный период времени. Вопросы на экране. Один вопрос на выбор. Ну это стыдно, конечно, с дефицитом получилось. В каком месте моя вид будет открытие Евро-2012? Спортивный вопрос. И как звали короля у песни Аллы Пукачевы, все может, короли? Ну ладно, давайте завалим девочек Евро-2012. Спортивный вопрос. Милые дамы, в каком городе должно состояться открытие Евро-2012? Десять секунд начались. Я так и быть же скажу вам, что это футбольный чемпионат. Так и быть. Самый футбольный город. Спасибо большое. Метроному время вышло. Алексей, вам нужны варианты? Нужны варианты, хорошо. Четыре варианта ответа на этот вопрос. Гданск, Киев, Варшава, Жашкиф. Жашкиф, это опять Жашкиф. Да, да, надо спасать Жашкиф, надо, надо настаивать на это. Это наше ювостью Киев. Совершенно верно, это наша надежда, Жашкиф. Это или Киев, или Варшава. Наш уже Гданск, нет, не тянет на открытие. Девочки, мы Жашкиф выберем. Ну, дайте нам немножко подержать трагическую паузу перед словом Жашкиф. Можно? Спасибо. Обязательно назовем его на этот вариант. Президент, может, тоже ломанулся в Жашков уже. Уже в пути. И тем не менее. Не подскажите, не? Варшава, все-таки, мне кажется. Нет? Кажется, Варшава. Ну, Варшава. Варшава. Алексей твердо выкрикнул, Варшава. Как проводники в поезде разбудили. Поезд прошел в секрессу. Приехали. Варшава. Покидаем салон. Варшава, я принял этот ответ. Варшава, это и правильный ответ. Алексей, моя задача... Я на второго позора после дефицита, я бы не пережил. Алексей, моя задача не только подталкивать незаметно к правильному ответу, но и не сталкивать с правильного. Поэтому, если сказали Варшаву, уверились, давайте уже смело. Варшава, и все. И начинается самое интересное. Любимые числа есть? Любимое число? Нет. Нет. Значит, давайте нелюбимые называйте. Так. 37. Номер 37. Я хочу социолога послушать. Киев. В Киеве. Очень патриотично, тем не менее неверно. Спасибо. У вас есть возможность с вашей внешностью повлиять на мнение Мишеля Платини. Займитесь этим для страны. Спасибо большое. Еще мне понравилась галочка с красивым. Номер 34. Голосом. Не только голос красив у Гали. Не только голос красив у Гали. Все остальное у Гали тоже в полном порядке. Здесь сейчас 20 блондинок осталось. Как-то неплохо уходит. Некрасиво вам не нравится? Нет. Как-то не массово. Не массово. Алексей, вы в этом хотите обвинить меня или кого? Нет, себя. Себя. Вот обвиняйте. Обычно обвиню себя. Себя. И смотрим, опять у нас есть три вопроса. Один из них достается нашим участницам. Это вопрос, який фильм снят за романом братьев Вайнер и Ривера Милосердия. Что такое Содом и Гумора? И как звали короля в песне Аллы Пухачевой «Все может короли»? Я выбираю первый вопрос по доброй традиции. Фильм. Милые блондинки, какой фильм сняли по роману братьев Вайнеров «Эра Милосердия»? 10 секунд. Пошло. Не списывай. Сейчас Вася специально попросит, чтобы я по-украински произнес вопрос, наверное. Только после этого мы включили метроном. На самом деле время уже заканчивает. Челк, как блондинки. Отбрасываемся в фломастер, как будто он способен вас ядовито укусить. Нужны варианты? Да. Да, хорошо, давайте. Хотя у меня есть, конечно. Мисс изустречи изменить не можно. Майор Вихор. 17 мотивостей весны и операция «И». Я думаю, что это место встречи изменить нельзя. Мисс изустречи изменить не можно. Я принимаю этот ответ. Давайте, когда вы будете выбирать блондинок, после того, как мы поймем, что это действительно правильный ответ, вы будете говорить «горбатый», а теперь «горбатый». Да? Когда будете выбирать блондинок. Хорошо, ответ принят. И спасибо режиссеру Говорухину за то, что все неоднократно посмотрели этот фильм. Это действительно правильный ответ. Кто не знал? Кто «горбатый»? 16-й. Красивый. Горбы, но не там. Номер 16. Показывайте ответ. Это Алексей. Место встречи изменить нельзя. Какая хитрая. Не хитрая, она умная. Да? Она больше умная, чем хитрая. И снова варианты вопросов. Вопросы на выбор. Первый. На початку минулого столетия таких фотографий называли моменталистами. А как их зовут сейчас? Второй вопрос. Что такое сонами гумора? И третий вариант. Как звали короля в песне Алла Покачева и все может короли? Ого-го-го. Ну, давайте вопрос, похожий на вашу программу. То есть... Содом и гумора. Содом и гумора. Спасибо большое, Алексей. Владинки, что такое Содом и гумора? Васенька специально для вас, если это нуждается в переводе. Время идет. Отщелкал уже метроном. Содом... Что вы так все быстро написали уже, да? Все хорошо знают, что такое Содом и гумора. Ужасно. Нужны варианты? Да, да. Все, отдаем варианты. Библини-места, турецкие курорты, браты-письменники, албанские фигуристы. Все варианты правильные. Мы не будем тянуть время. Не будем, да? Библини-места. Библини-места. Библийские города. Вот Лена уже готова аплодировать своему, видимо, правильному ответу. Какое он, неважно. Может, с Алексеевым и не совпадать. Хорошо, я принимаю вариант. Библини-места. Да, и действительно, Содом и гумора, призовая путевка, в которой достается каждой блондинке, вышедшей в финал нашего состязания, это правильный ответ. Итак, кто же из них не знает ответ на этот вопрос? Ну, не знаю, почему-то в таком замешательстве номер 28. Номер 28. Аннушка, ваш ответ – города. Правильный ответ. Так, друзья мои, и подруги тоже. Надеюсь, мы все тут в дружественной обстановке. Продолжаем все веселое состязание. Здесь 20 блондинок. Вопросы тают. Осталось всего 5 вопросов. 16 600 гривен. Это достаточно большой джекпот. Никто не хотел уступать. Давайте же посмотрим, какие есть вопросы. Какие вопросы остались? Эти вопросы на початке минулого столетия таких фотографий называли моменталистами. А я как звуть зараз? Второй вопрос. Что выучает Боннистика? И третий вопрос. Как звали короля у песни Аллы Пугачевой «Все можуть короли»? Ну, на самом деле, сам не знаю, что это, но для того, чтобы усложнить задачу блондинок, выбираю второй вопрос. Внимание, блондинки! Что изучает Боннистика? Что? 10 секунд. Пошло. Сразу такие вопросы. А что это такое? Перевести можно сразу еще слово «Боннистика»? Номер 16. Ну, не так откровен. Ну, пожалуйста. Пишем. Все написали. Откладываем фломастеры. Казалось бы, непростой вопрос, а с вариантами все намного интереснее. Водяные знаки, бумажные деньги, гербы и драгоценные камни. Водяные знаки, паперовые гроши, гербы и куштовные камни. Стало легче? По-моему, не очень, да? Не знаю. Ну, попробуем. Попробуем. Каминня. Куштовный каминня. Я принимаю вариант. Поймя радостно хлопает, видно, сказал какую-то глупость, понимаешь? Не факт. Не факт. Может быть, этот вариант находится у них у всех. Я принимаю ответ. Куштовный каминня. Принят ответ. Куштовный каминня. Кто из вас написал драгоценные камни? Или драгоценности? Никто не скажет, да? Надо было кричать. Все, все. Вы все написали именно такой вариант, потому что драгоценные камни – это... Неправильный ответ. Бумажные деньги изучает Боннистыка. Они же боны бумажные деньги. Поскольку Алексей дал неверный ответ, здесь 20 блондинок. Вопросов осталось сколько? Не помните, Алексей? Я подскажу. Четыре вопроса. Из четырьмя вопросами мы пытаемся справиться с блондинками, выбирая один вопрос из двух. И это вопросы. На початку минулого сторіччя таких фотографов называли моменталистами. Как их зовут сейчас? Первый вопрос. Второй вопрос. Как звали короля в песне Аллы Пугачевой? Все может короли. Понятно, какой вопрос надо выбирать. Первый. Первый вопрос. Внимание, блондинки. В начале прошлого века таких фотографов называли моменталистами. Как их зовут сейчас? Называют сейчас. Время пошло. У вас есть 10 секунд. У меня уже закончились ваши 10 секунд. Вообще нет вариантов, да, номер 12? А, все уже написывали, да? Очень хорошо. Откладываем фломастеры. Ира, очень мило. Мы обратим на вас внимание в первую очередь, после того, как Алексей даст правильный ответ. Выбирая его из следующих вариантов. Фотокорреспондентами, карикатурыстами, фотохудожниками и папарацци. Ну, не папарацци, не карикатуристы уходят. Фотокорреспондентами, потому что, наверное, это те, кто быстро, моментально все это фотографирует. Поэтому выбираю первый ответ. Более чем логично. Фотокорреспондентами. И я принимаю этот ответ. И ответ фотокорреспонденты это... Как их называли тогда и как их называют сейчас, после того, как фильм Феррико Феллини вышел на экраны? Папарацци назывался этот фильм. И практически все из них написали папарацци И, да? Это ты в лифте, Продиджи, через И писала у меня, да, папарацци? Да, брат не школа. Боже мой, боже, какие вы все умные. Алексей, это неправильный ответ. Здесь по-прежнему остается 20 блондинок. И у вас осталось три вопроса. Мало того, последний вопрос, который я предлагаю вам на выбор, это элементарнейший вопрос. Это вот этот Луи? Совершенно верно. Молодец! Молодец! Браво! Ну не надо, пожалуйста, ты телевизионный продюсер. Он выпустит таких певиц, вам не останется места специально на зло. Значит так, для того, чтобы жизнь оказалась малиной, я немножко изменю. Да? Что? Кому? Кому ты изменишь? Из 20. Немножко изменю Алексею и скажу ему, что он дал вроде бы как бы и ответ, но это как бы и неполный, неполный ответ. Неполный ответ. Поэтому давайте все-таки располним немножко этот ответ. Вспомним вопрос. Как звали Куроля? Уясни, Аллы Пухачевы, все может Куроли. Только сначала на этот вопрос отвечают блондинки. Я прошу блондинки вас дать полный ответ на этот вопрос. Потому что некоторые короли еще обладают чисельным индексом, некоторые цифровым. Его укажите, пожалуйста, тоже. В то время, пока тикает метроном. Закончилось время. Я напоминаю всем собравшимся, что если сейчас Алексей дает правильный ответ на этот вопрос, мы продолжаем игру. Варианты? Ну, на самом деле, они мне не нужны. Не нужны? Нет. Это? Звался он Луи Второй. Звался он Луи Второй. Я принимаю вариант Луи Второй. И это, безусловно, спасибо Алле Борисовне. Правильный ответ. На номер пять даже не смотрим. Это украинский эквивалент Пугачевой. Да. Кто мог не знать? Индекс два. Ира. Ира, номер пятнадцать. Покажите свой вариант. Ну, первый ответ у меня настоящий, а второй я хотела дописать шуточный. Вот такой ответ. Луи Второй Дамант. В истории Франции был король, которого звали Пипин Короткий. Спасибо вам, что не озвучили этот вариант. Большое спасибо. Номер пятнадцать. Двадцать блондинок здесь присутствует. Вопросов осталось всего-навсего два. И на экране предлагаются вопросы на выбор. Кого у князи джунглей Фреддиарда Киплинга называли бандерлогами? Первый вопрос. Второй вопрос. С войсками, якою краяна солдаты першего украинского фронта застрелись на Эльбе? И третий вопрос, с якого материалу мала сплезти Жупана и Лиза в касте Дикой Лебедя, обызняты заклятия из своих братьев? Назначено второй вариант для блондинок неподъемный. Нет, подожди, подожди. Он может по доброй традиции оказаться неподъемным и для меня. Встреча на Эльбе была. Боюсь ошибиться. Сам опозориться. Я уже так опозорился, что я еще не переживу. Ну давайте уже бандерлогами. Первый. Девчонки, вопрос. Кого в книге «Джунглей» и «Рейдерда Киплинга» называли бандерлогами? Время идет, 10 секунд. Майенька, ну стыдно спрашивать. Пишите, рисуйте. Давайте вы нарисуете сейчас. Потому что опять Полякова сделает ошибки в словах и будет за нее стыдно. Закончилось время. Алексей, вам нужны варианты? Ну пусть так. Ну давайте, да, действительно. Итак, бандерлоги. Редактор же работал. Итак, все было мавпы, вопки, жабы. Мавпы, родычи Маугли. Ну они все родственники, мы с тобой одна кровь, ты и я. Ну думаю, первый. Мавпы. Мавпы. Я принимаю этот ответ. Мавпы. Вариант мавпы это правильный ответ. Бандерлоги. Обезьяны, посетившие Маугли, сделавшие его своим президентом, но потом их у него отобрали. Знакомая история. Блондинки. Кому из вас незнакомая история с бандерлогами? Любимой утренней закуской удава Каа. Номер называем, Алексей, сначала. Что-то мне кажется, опять, что не все правильно написали. Давайте 18. Номер 18, Аннушка. Что-то вам слишком весело. Да, мне всегда весело. Обезьян. Обезьян называли. Остался один единственный вопрос. Последний вопрос. Здесь 20 блондинок. Некоторые из вопросов уже засвечены. Появляется один единственный новый вопрос, который до сих пор я не зачинял вслух. Вопросы в игре. Яку форму правления державою Аристотель назвав Владою Богатиил? Второй вопрос. З войсками якої країни солдаты 1-го Украинского фронта застрелилися на Эльбии? Третий вопрос. Якого материала мало сплести жупани Элиза указал Дикі Лебеді, аби зняти заклятисть зі своїх братів? Давайте первый вопрос. Первый вопрос. Внимание, блондинки. Яку форму правления державою Аристотель назвав Владою Богатію? Время пошло. Власть богачей Аристотель. Форма правления. Что, какие варианты? Власть богатых. Монархія, демократія, олигархія, анархія. Я думаю, монархію. Монархія. Или олигархія. А демократія, а как же с анархией? Нет. Монархія или олигархія? Такого немає вообще. Чего нет? Олигархів. Олигархів не существует, Полякова? Конечно, после знакомства с тобой они прекращают быть олигархами. Они стали простыми инженерами, да. ЧП Полякова. ЧП Полякова. ЧП Полякова. Ликвидирую олигархів. Быстро и уверенно. Да, ну, нет, я думаю, все-таки монархію. Монархія. Я принимаю вариант монархія. Я принял вариант монархія. Вариант монархія. Это... Олигархи. Конечно же, мы прекрасно знаем с Алексеем, что есть страны, в которых вроде бы все в порядке, и эта власть называется демократией, в то время как страной управляют олигархи. Да, оказывается, есть такие страны, но дурачок Аристотель об этом не знал. Но мы спрашивали точку зрения Аристотеля, и она не совпала с точкой зрения Алексея. Таким образом, телевизионный продюсер, продюсер третьей украинской фабрики «Зирок» Алексей Гончаренко проигрывает во втором раунде 25 блондинкам. Алексей, все, что вам достается, это аплодисменты, а блондинки на 20 красивых, умных и светлых голов пытаются сорока руками поделить 16 600 гривен. Джекпот, заработанный Алексеем, достается вам. Это всем Андрей Свитом краси и розума на сегодня. За тиждень вы найдете новые каналы, и только в час, чтобы увидеть новое сорок, чтобы увидеть новое сорок, 50 прекрасных блондинок.